здравствуйте вы смотрите проект гости сегодня с нами неординарный талантливый человек исполнитель множества хитов это митя фомин здравствуйте здравствуйте добро пожаловать в владивосток спасибо митя фомин российский певец и автор песен телеведущий продюсер лауреат премии золотой граммофон неоднократный номинант и лауреат премии муз тв и ru тв в течение 10 лет митя фомин являлся солистом популярной группы хай фай а начиная с 2009 года занялся сольным творчеством в рамках которого выпустил три студийных альбома вы представите сегодня зрителям свою акустическую концертную программу это то чего казалось бы от вас мало кто ожидал эта программа которая была продиктована временем временем настоящим я просто сел и и подумал о том что я пока не не ездил с каким-то таким такой особенной программе собственно я подумал о том что можно было сделать совершенно другую интерпретацию собственных песен мне как зрителю всегда интересно услышать интерпретации каких-то знакомых песен хитов любимых исполнителей я мне очень интересно наблюдать как из как меняется песня как меняется настроение у певца что я чувствую я просто поставил себя на место зрителей и в общем я я решил что это будет интересно и вместо того чтобы привычно если исполнять свои песни которые собственно кто-то знает больше кто-то меньше мы решили их переложить на гитары на гитары почему потому что это программа которую бы оценил мой отец который очень хорошо играл на гитаре на гитаре был самоучкой кстати жил очень долго благовещенский вот и собственно мы приехали с этой программы вот мне кажется любая акустическая программа она знаете подспудно подразумевает некий разговор по душам со зрителями это не то куда ты пришел чтобы оторваться грубо говоря вы тоже вот такой подтекст вкладываете но одно без другого невозможно этот этот это повествование о том что вообще что происходит сейчас то есть некий некий такой диалог со зрителем это некий диалог с самим собой наверное это то что тебя неминуемо заставит быть собой быть честным и быть быть откровенным поэтому эта программа и в общем такое такое время когда дистанции не существует между зрителем и исполнительным то есть все настолько сейчас все настолько близко настолько дизят досягаемо интернет и соцсети что тут спрятаться уже зачем либо не получается вот ваша программа называется завтра будет все по-другому а если говорить в человеческом аспекте вот что вам более свойственно ну ложась спать думать завтра будет все по-другому или пусть завтра будет так же классно как сегодня все зависит от ситуации неминуемо все бы все будет по-другому неминуемо но скажем так мне со мне слов мне сложно ложиться спать без без плана даже сломана да я не могу я то есть я это я понимаю что у меня просто завтрашний день будет потерян и этот план он для меня очень очень важен как реализация моих моих идей с которыми я ложусь спать конечно же какое какое-то происшествие в твоей жизни ты хочешь продлить неминуемо какой-то ты хочешь изменить но мы порой не можем предсказать как сложится в той или иной степень нашей жизни вот кстати вы говорите что планирование это ну свойственная вам черта а где вы любите спонтанность в чем какие моменты во встречах ведь очень очень сложно скажем себе сказать так вот я завтра встречусь с таким человеком который вот точно изменить мою жизнь которую я влюблюсь который-то импособы просто невозможно если так такого не происходит как правило эти встречи происходят спонтанно как правило и к они происходят тогда когда ты их не ждешь тогда когда у тебя меньше всего ожиданий на на это чудо все потому что любой человек это 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 чудо вот ты хочешь чтобы эти чудеса случались с тобой чаще митя вы принимали участие разных проектов в том числе телевизионных и один из бывших не так давно это проект вышка ну там какое-то количество давно мне очень запомнилось то как вы рассказывали о первом прыжке 10 метровки и тренер говорил вам что вот просто поверь мне ты начнешь до падать вниз и инерция там все произойдет так как нужно нужно просто поверь да вот в этом смысле двигаясь по жизни вам часто приходится полагаться вот на это чувство что нужно просто поверить что все произойдет правильным образом как правило в последнее время в моей жизни основной мой тренер это я сам я себя тренирую сам на самые на самых разных уровнях моей жизни и мне порой не хватает человека который бы мне сказал вот нить вот просто поверить просто доверься мне сожалению все приходится перепроверять к сожалению все приходится все все приходится иногда делать самому потому что ты понимаешь даже не смотря на на то что я работаю в команде и моя команда в общем-то дед на ночь не 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 спит и и со мной делает то что для меня важно все равно может это конечно по свойства моего характера но я не могу довериться на сто процентов другому другому человеку почему потому что возникает все равно ощущение того что ты можешь делать лучше а в том как развивается ваша карьера ваше творчество вы тоже полагаетесь на себя или предпочитаете прислушиваться тем кто но они рядом я прислушиваюсь как конечно к людям которые для меня его является авторитетом у меня есть друзья которые знают про меня многое которые могут принести там совет какие-то вещи конечно я взвешиваю все эти мнения конечно же я опираюсь на какой-то фокус группы но я очень верю своей интуиции я верю в то что человек сам в общем то он у него есть силу не внутренний резерв для того чтобы себя вытащить из любого болота из любой депрессии там из любых каких-то не и неудач и невзгод но вот в последнее время я убеждаюсь что очень важно быть с теми людьми которые тебя действительно слышат которые которые действительно слышат и доводят все все твои начинания до конца свое время вы признавали что с удовольствием попробовали бы себя в кино то желание по-прежнему с вами я вам очень много желаний внизу что возможности почему все меньше но это кармати это к вопросу о чуде это вопрос о встрече я я жду встречи со своим режиссером и как известно наш век такой вседозвольности наверно да какой-то разухабистой индивидуальности каждый рекламирует себя чем может здесь всеми какими-то мыслимыми и немыслимыми достоинствами недостатками конечно можно прийти в любое агентство там нанять себе какого-нибудь агента который будет тебя продавать на кинорынке там и в общем-то очень многие люди этим спекулируют я верю в то что нет если ты действительно кому-то был будешь нужен тебя найдут тебя увидят тебя заметят не не хочется кому-то себя навязывать кому-то я готов только на безусловную игру я готов только тот только на 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 то что действительно называется искренне какой-то симпатий хватит хватит игр хватит притворство хватит чего-то там такого а вы замечали то сейчас стремление человека не заниматься саморекламой в том числе посредством соцсети скорее изумляет нежели знаете а я это приветствую я стал это приветствовать потому что в какой-то момент мне вдруг 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 мне стало страшно потому что в каждом поле суслик агроном то есть ты смотришь ты смотришь у каждого человека ведет свой видео у каждый человек имеет свою какую-то свою какую-то паству каждый кто 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 во что гораст и в основном к сожалению это век бездарности это век век того что не нужно делать что чем не нужно гордиться это век век людей которые сами преувеличивают собственное значение знаете в глазах окружающих ну наверное да конечно я за то чтобы у каждого человека была своя трибуна для 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 того чтобы он был услышан но к сожалению эта трибуна безвкусицы и бездаю бездарности полный удивительно что людям это нужно то есть я я честно говоря недоумеваю я все-таки за то чтобы чтобы человек нравился по достоинству чтобы человек нравился по раритету чтобы человек нравился по какой-то божьей искре в конце концов мне кажется что скоро трендом станет скромность скоро трендом станет чистота скоро трендом ста ста станет отсутствие какой-то крикливости и и знаете и какого и хвостовства потому что это переходит уже всемыслим и мыслим и границей то есть просто и нав митя у вас всегда но о чем собственно свидетельствует и ваш внешний вид сегодня были прекрасные взаимоотношения со стилем и с модой сейчас время всевозможных коллабораций вот неужели вам никто не предлагал в плане дизайнерс на кто не предлагаешь кому-кому знаете к сожалению мне никто этого не 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 предлагал и в общем как бы я тут тоже тут у меня нет иллюзии по этому поводу я не смогу не смогу менять вот откройте там собственный дом моды и т.д. я и мода это это вещи которые ну как бы они дружат но они то чтобы прямо таки совместимы я конечно бы мог стать каким-нибудь креативным как называется креативный директором который просто выпустил там за линейку очков велику там какой-то какие какого-то одного наименования там за трусов как-то ботинок почему нет да просто говорится о том чтобы брать и делать направление в моде это пройти такое громкое заявление сейчас каждый там 5 человек модельер каждый пятый человек участвует в неделе моды но дело в том что если единицу могут называться модельерами потому что это люди действительно который совершенно иначе видит реальность у меня такое сейчас негалистическое настроение но я бы не хотел взять и засорить опять например рынок какой-нибудь каким-нибудь вторсырьем а вообще если говорить о шоппинге для вас это удовольствие некая психотерапия или тяжкая необходимость или что-то четвертое вообще ни то ни другое не то есть что такое шоппинг шоппинг ну как бы в первую очередь это необходимость наверное да то есть необходимость как которая не является обязанностью который который не который который является удовольствием наверно так да мы же едим по необходимости но мы делаем с это с удовольствием поэтому тут все зависит от чего надо купить если вам надо купить конечно ведро картошки то я думаю что лучше отправить кого-нибудь другого если нужно купить новые туфли тут и конечно буду удовольствие давайте немного о Владивостоке вы здесь впервые или не впервые да нет же я здесь был несколько раз ну что-то вы исследовали или я скажу вам честно вот у меня все время было как-то знаете так и не в дании как вы знаете чуть 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 как бы неудобно говорить что вы что мы были в прямых эфирах как вам город не хочется обижать вот не хочется понимаете как-то вот говорить там как-то как-то не симпатично о городе но мне кажется городом не занимаются вот вот хочется знаете увидеть там столько такой город необычно он то он так он по своей архитектоники настолько он уникален а настолько вот он соку неповторим я не не был в сан-франциско мне кажется вы у вас есть что-то общее. Украсили мосты, безумно украсили вот эти вот масштабные, красивые такие мосты, которые связывают острова, там, сопки, там и так далее. То есть, ну, кроме мостов же еще есть улицы, еще есть набережные, еще есть такая красивая архитектура, которая была заложена там еще, я так понимаю, что и в советскую эпоху. Но то, что строят сейчас, ну, это же катастрофа, строят не в попад. Вообще архитектурный план, это такое ощущение, что напрочь отсутствует. И тут вы недалеки от истины. Такой винегрет из зданий, при всем том, что ты видишь, ты идешь по прекрасной, красивейшей улице Светландская. Вот потрясающе, невероятной красоты. И то она, понимаете, и то какие-то вывески, какие-то, значит, что-то где-то как-то. Но ведь можно это сделать из нее просто сумасшедшую, красивую пешеходную улицу. Она мне напоминает какие-то европейские улицы. Она Киев напоминает. Красивейший город. Я как бы не хочу сказать так, чтобы меня больше здесь не ждали, понимаете, и сказали нет. Нет, мы в этом смысле за откровенность. Я считаю, что вам абсолютно здорово. Понимаете, мне жители города жалуются, что страшно дорогая недвижимость в Владивостоке. Я понимаю, что она, что это обосновано, потому что виды на океан, наверное, да, здесь сосредоточены там порт, здесь сосредоточены там рыбопроизводства, там промышленность. Есть на чем богатеть, есть куда тратить. И строятся такие красивые свечки, дома с видовыми, там, с видами на сопку, на океан. Но люди говорят, вот, выстроили один дом, люди раскупили этот дом и тут же построили второй перед ним. Точно. Который загораживает предыдущие. И люди стонут. Ну как стонут? Это же, ну просто же, надо просто взять и пойти на демонстрацию, и, не знаю, там, уволить каких-то людей, которые отвечают за то, что вот так вот бессовестно продают квартиру, а потом строят на соседнем пятаке еще подобный дом. Вот. Мне кажется, что это, что это, ну, не современно. Я вам просто говорю абсолютно честно, как это есть на самом деле. Я вам очень признательна за честность. Если говорить вообще о городах, о других, которым вам доводилось бывать, и в которых ваши чувства прекрасного торжествуют, то какие-то города? Это мы говорим о России или мы говорим о... Я думаю, что мы говорим в масштабах мира. Вы знаете, этих городов много, слава богу. Мне нравится Москва тем, что там есть практически все, что ты хочешь найти, все, что нужно современному человеку. Я в ней живу, в конце концов, поэтому, мне кажется, я должен как-то так отметить это ее приоритетом. Все-таки, понимаете, учитывая, что это столица и практически уже моя родина. Это Москва. Давайте это будет второй город. Я не буду оригинальным, я назову Лондон. Ой, я так и думала, что скажете. Да. Прекрасно. И пускай это будет Гонконг. О, интересно. А, кстати, у вас больше опыт, наверное, путешествия в европейской части, да, земного шара, нежели в азиатской. Где вы чувствуете себя своим? Своим, где меня ждут. Я чувствую себя своим. Вы знаете, хочется бывать там, где ты еще не был. Это обычно тебя вдохновляет больше всего. Я много где еще не был. А что в ближайших планах? Что вы хотели бы для себя открыть? Какую географическую точку? А вот завтра я открою. Я поеду завтра в Сеул. Улечу завтра в Сеул и открою для себя Корею. Прекрасный город. Да. И я вам желаю отличного путешествия. Спасибо вам огромное. Спасибо, Саша. Спасибо, что заглянули к нам в гости. Спасибо. Очень приятно было с вами поговорить. Спасибо. Буду вас отпускать. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok